Молитвы По случаю праздника в Иркутский дацан пришли около 500 человек. Всех желающих храм вместить не смог, поэтому многие молились снаружи. Для одних это первая встреча с традициями своего народа, другие показывают хорошую осведомленность. Как же не приехать? Это бурятский сагал начинается, эти обряды. Идут сейчас обряды, уже в течение пяти дней проходили обряды. Для этой цели очиститься в 2016 году, чтобы не болели и не страдали, и все хорошо, что было. Пока ламы читают молитвы, верующие возлагают на костер куски теста, которым накануне обтирали свое тело. Считается, смесь воды и муки, как ластик, стирает с человека дурные помыслы, горести и даже болезни. После молитвы все выходят на улицу. С собой ламы несут ссор. Это пирамида из рейк, бумаги и теста, а верхушка увенчана символическим черепом. Сжигается большой костер. В большом костре мы сжигаем ритуальный череп, а в маленьком костре мы сжигаем тесто. Люди приносят тесто, катают его. И это символизирует, что человек оставляет в старом году свои болезни, свои несчастья, горе, все плохое. А большой костер надо смотреть и думать просто. Позитивно, хорошо думать. И тогда будет следующий год, 2016 год, будет очень хороший. И вот кульминации дух жубы. Конструкцию ссор торжественно поджигают. Горести и неудачи, накопившиеся за 2015-е, превращаются в пепел. Теперь буддисты смогут с чистыми помыслами встретить Сагалган. Новый год по лунному календарю – год огненной обезьяны. И наступит он завтра, 9 февраля, с первыми лучами солнца. Последователи Будды верят, в это время божество обходит дома и пересчитывает всех жителей, чтобы им дать свое благословение и защиту. Спящего человека может не заметить или принять за мертвого. Поэтому в это время нужно трудиться и читать молитвы. Иначе можно упустить свое счастье. Я нанимаю в Евгении Шарыпов. Новости сейчас.